В эфире новости МИЭД ТВ. С вами Наталья Коваленко. Здравствуйте! И деньги на повышение стипендий найдут, и гимн для вуза напишут. 20 марта состоялось важное и долгожданное мероприятие – презентация Ассоциации выпускников и партнеров МИЭД. Репортаж Анастасии Рубцовой. За час до начала организаторы встречали выпускников МИЭД в холле ДК. Здесь гости регистрировались и знакомились друг с другом, искали сокурсников. На втором этаже – выставка с историческими фотографиями. Каждый мог полистать архивные фотоальбомы и книги. Торжественную атмосферу поддерживала фортепианная музыка в исполнении студента 4-го курса факультета ИТС Капитона Неклюдова. Официальная часть. Слово Юрию Александровичу Чеплыгину. Ректор рассказал гостям о современном МИЭДе, его текущей деятельности и направлениях развития. Были обозначены и основные проблемы университета. В прошлом году к нам поступило 90 человек иногородних ребят, которые были не обеспечены общежитиями. Презентацию продолжил выпускник МИЭДе, президент корпорации ЛАР Сергей Васильевич Баландюк. Он пояснил, зачем нужна ассоциация. Для выпускников это площадка для общения, налаживания деловых и научных связей. Для студентов – возможность познакомиться с людьми, прошедшими путь от абитуриентов МИЭД до директоров известных компаний. Я считаю, что МИЭД сыграл положительную роль в жизни каждого, кто здесь учился. И, так сказать, хоть немного шевелил руками и извили на играть в том, чтобы учиться. Потому что суть высшего образования, она в конце концов не в том, чтобы стать сильно умным. Она в том, чтобы ставить человека в те условия, когда он за короткий промежуток времени должен выполнять много разнородной работы, ну и не умирать при этом по мере возможностей. Об инициативах и перспективах ассоциации рассказала Юлия Кузьмина. Встречи выпускников, открытые лектории, деловые форумы и создание сувенирной продукции символикой МИЭДе – первые шаги в развитии ассоциации. Глобальная задача – создание фонда целевого капитала. Целевое финансирование – это в первую очередь повышенные стипендии студентам, субсидии преподавателям и помощь в разработке социальных проектов. Создание ассоциации – это еще один шаг навстречу именно формированию целевого капитала. Мы очень надеемся, что все выпускники МИЭДе тоже примут активное участие в формировании этого замечательного, нового для нашей страны механизма. В 2015 году МИЭДу исполняется 50 лет. Цель ассоциации – помощь в организации проведения праздника. К этому времени в планах открыть выставку достижений и создать гимн МИЭДа. Анастасия Рубцова, Евгений Глот, Роман Турусов, Олег Осипенко, МИЭД-ТВ. Смена имени для факультета – важная веха в развитии. Однако изменить название не всегда означает поменять содержание. День факультета ИТС прошел в лучших традициях ЭТМО. С подробностями Маргарита Нуфриенко. 22 марта в МИЭДе прошел первый день факультета интеллектуальных технических систем. В основе сюжета представления – история одной девушки, которая бросила вызов обществу. Бунтарка переехала жить в мужское общежитие. Здорово, парни. Меня зовут Санек. Я буду с вами жить. Перед героиней стояла непростая задача – заставить всех поверить в то, что она парень. Она справлялась с ней, хотя без проколов не обходилась. Приключения Саши сопровождались выступлениями студентов с разных факультетов. Концертная программа включала в себя множество музыкальных номеров, среди прочего – флешмоб. На сцене выступил декан факультета ИТС Владимир Михайлович Рощин. Он наградил ребят дипломами за активное участие в общественной и студенческой жизни факультета. Сюрприз! В этом году для студентов каждого курса был приготовлен сладкий подарок. Концерт продолжался. Впереди самые эффектные выступления. Этот праздник был достаточно важен, потому что это первый день факультета интеллектуальных технических систем. Подготовка была в достаточно сжатые сроки. Лично мне очень нравится то, что у ребят есть очень много сил, желания. И главное, они действительно хотят выступить на сцене и хотят сделать лучше. Хочется сказать спасибо всем тем, кто принял участие в этом дне, кто помогал с организацией. Спасибо за эмоции и за все эти приятные моменты при подготовке и вообще за сам концерт. В завершение мероприятия студенты исполнили песню «It's my life» и «ТС – моя жизнь». Именно эта фраза стала новым девизом факультета. За годы существования он претерпел немало изменений. Новое имя – новая жизнь. Яркое и полное событий. Удачи, ИТС! Может ли лето быть весной, когда за окном снегопад и метель? Может. Своё пятилетие отметила школа-студия современного танца «Лето». О вечере расскажет Александра Хренова. Концерт открыла танцевальная группа «Звезда МТВ». Единственный номер, в котором принимала участие Юлия Юдова, директор школы. Ребята за сценой очень волнуются. Кто-то из них первый раз выходит на сцену, поэтому я прошу их поддержать. И мы начинаем концерт. Поздравляйте нас с пятилетиями. Идущая вечера – Мисс Мед 2011. Наталья Коваленко. Первыми выступили самые маленькие представители школы. Но возраст не помешал им выложиться на 100%. В школе танцев удалось собрать почти 80 человек выступающих. Среди них были не только ученики лета. Гости концерта – Наталья Попова. Девушка исполнила славянский трайбл, разработанное в России направление – сочетание восточного и славянского жанров. На концерте продемонстрировали разные направления. К примеру, латино от коллектива «Латино Микс». Друзьями лета всегда была в студиях «Хастел энд Хостел», которые выступили и на дне рождения школы. Среди гостей концерта были фанки-стайл. Коллектив исполнил зажигательный клубный танец. Страстный фламенко «Антанск портала». Одним из последних выступил коллектив «Найт Лайт». Светодиодное шоу никого не оставило равнодушным. Хотя за окном «Мартовский снегопад» в зале «Декаме» царило лето. И каждый пришедший получил море эмоций. Ребята постарались на славу. Поздравляем с юбилеем! Это потрясающее зрелище. Девчонки очень хорошо танцуют. Это уже Катурый концерт, да, у них. Ведь у них сегодня праздник. У них сегодня один из первых таких масштабных концертов. Очень мне понравилось. Всем понравилось, что выходил. Все просто последились под конец. Если ты тоже хочешь попасть в Зеленоградскую школу танцев лета, тебя ждут каждый вторник в 7 часов вечера или субботу в час дня в ДК «МИЭТ». Предварительная запись не обязательно. Александр Хренов, Олег Осипенко, Владимир Володин, Сергей Шевченко, МИЭТ-ТВ. 31 марта и 1 апреля в ДК «МИЭТа» пройдут финальные игры Зеленоградского КВН. Не пропустите. Вход по билетам. Это все на сегодня. Вы смотрели новости МИЭТ-ТВ. С вами была Наталья Коваленко. Следите за событиями вместе с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok